Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 марта, прекрасный солнечный день, весна в разгаре. Я по этому поводу даже сменила фото зимнее, где я в очках, на весеннее, где я в теплице. Настроение прекрасное, сейчас отвечу на несколько вопросов. Я уже хотела бежать копать землю в теплице, но тут такие вопросы нашла, на которые не ответить невозможно, потому что люди могут наделать ошибок. Сейчас быстро-быстро пройдемся по вопросам и я пойду копать землю. Оттаял мой тренажер, чудо-лопата, вот пойду заниматься. Так, вот смотрите, самая же первая Ирина Бойнова спрашивает, вот сегодня я снимала про перевалку, про пикировку в стаканы, спрашивают, есть ли в стаканах отверстия, как поливаете, через поддон или сверху? Ну, про отверстия это уже прописные истины. Конечно, в стаканах есть отверстия и обязательно. Если в некоторых местах я могу сказать, что можете сделать так, можете сделать так, отверстия необходимы, они нужны, они важны, без них заболеет корневая система, потому что не будет оттока жидкости. И если некоторые пишут тут ошибочно, что отверстия нижние нужны только в том случае, если полив через поддон, это не так. Так, отверстия дренажные даны нам, ну, как мы должны делать, для оттока лишней жидкости, потому что при поливе мы не можем контролировать, не знаем, сколько останется жидкости, сколько лишней, она будет внизу скапливаться, дырки обязательно. Сразу предупреждаю, у меня камера полузаряженная, может прекратиться в любой момент, так что видео будет из двух частей. Если я на полусловии прекращу разговаривать, это значит, что камера у меня погасла, всё. Поливаю через поддон или сверху? Конечно, я поливаю сверху, потому что невозможно столько поддонов запастись, у меня очень много лотков, вы видите, какой строй уже стоит. Вообще очень удобный полив через низ, через поддон, но он не всем доступен, потому что стоимость поддона у нас такая же, как у стоимости лотка, если покупать комплект и лоток, и поддон, это очень дорогое огородничество. Как вы знаете, что я не люблю сильно большие затраты на огород, я считаю, что огород должен сам себя кормить и сильно много вкладывать денег, туда не нужно. Это нерентабельно, тогда нет смысла вообще выращивать что-то. Так, вот пишет Любовь про баклажаны, что после перевалки в грунт они почему-то долго болеют, начинают желтеть, пикируют в стаканчики. Ну да, баклажаны, они тоже капризные, как перчики, но это, знаете, бывает как, иногда пересадишь, вот он как тут и был, а иногда звалиют, это все индивидуально. Так, Тамара Пахомова пишет, нужные советы. Ирина Литовченко пишет, некоторых послушаешь, так хочется провалидолиться. Это очень интересное выражение, провалидолиться. Я иногда комментарии послушаю, мне очень хочется провалидолиться. Так, благодарю, все понятно. Вот смотрите, пишет Вера Ветрова. Оля, чем лучше подкормить рассаду томатов, которая чуть пожелтела? Чем вы подкармливаете рассаду? Я вообще в обычном режиме никогда почти не подкармливаю рассаду, так легче наблюдать за ее жизнью, сразу видно, что с ней. Но вот тут вот, это она написала к видео про вытянувшуюся рассаду, помните, где я штрауха забыла на шкафу, от внука спрятала, он был еще очень маленький, чтобы не повыдергивал. И я про нее там забыла, и она уже была очень большая, вытянувшаяся. Там я, конечно, подкормила. И я вот завтра собираюсь прям полностью видеоролик снять о подкормках. Нужна ли в вашей рассаде подкормка? Сначала проанализируйте. Конечно, лучше в первую очередь сначала в раннем периоде ничем не подкармливать, но если уж вот такая нужда, лучше жидкими вот этими подкормками гуминовыми, которые черные, которые не могут быть в сухом виде, они более натуральные. Я все об этом подробно расскажу, вы знаете, что в двух словах это не рассказать ничего. Вот Ирина Трубникова пишет, вот про огурцы я вчера же замочила, началась тема огурцов, бедреты из Азули, отличные огурцы, а Настю и внучка надо попробовать. Попробуйте, не пожалеете, хороший, но он редко бывает в продаже, я не могу иногда даже себе его купить. Вот скажите, пожалуйста, после 200-граммовых стаканчиков можно пересадить в 500-граммовые? Это про перец. Конечно, можно и даже нужно, если у вас ранние посевы перца, так же как томатом, им нужна будет перевалка в больший объем грунта, чтобы они не чувствовали себя ущемленными, чтобы они не сбрасывали цветы и, возможно, и даже завязи. Если им будет мало грунта, они лишнее все скинут. Могут скинуть листья, могут скинуть цветы и завязавшиеся плоды. Они вот такие, мало им, они освобождаются от всего. Вот Олег Громов про то, что я замочила семена огурцов, пишет, это реклама огурцов или что? О, заглавие ролика некорректное, замочила первые семена. Во-первых, заглавие я такое пишу, потому что я не могу большое, там иногда даже ограничивается. Да все люди поняли, потому что у меня спрашивали, когда будет для раннего урожая огурцов, и я вот написала, ранний урожай огурцов, замочила первые семена. Все, кто смотрит постоянно, понимают. И еще, реклама огурцов или нет, я скажу, что у меня нет никакого, еще раз говорю, интернет-магазина, я семенами огурцов не торгую, и поэтому априори реклама огурцов мне не нужна. Я вообще ничего не рекламирую. А называю сорта те, которые высаживаю я сама, которые выращивала в прошлом году, в позапрошлом, потому что новенькие новички спрашивают, какие вы огурцы выращиваете, какие вам нравятся больше. И если все вы зациклены на рекламы, это очень плохо. У вас неправильное восприятие информации. Вот я к Олегу обращаюсь, как может быть реклама огурцов от человека, который огурцами не торгует и вообще рядом с ними не стояла. А какие себе выращиваю, конечно, я сорта называю. Я не могу прикрывать, заклеивать скотчем название огурцов. Это уже вообще до дикости доходит. Нельзя даже до названия, которые я выращиваю огурцов, назвать. Все, реклама. Так, Алиса Иванова пишет. Вот писала, что гибнут баклажаны, вот кому интересно, прочитайте. Оказалось, в грунте паутинный клещ. Вот она обработала фитовермом, все у нее хорошо. Пишет, видно, грунт зараженный продают. Не стыдно, да, продают иногда зараженный грунт с клещами и со всеми. Вот Юля Сазонова пишет, занесла с покупным грунтом мошку какую-то. Так что вот некоторые люди, когда покупают грунт, они теперь уже начинают обрабатывать не только от патогенной микрофлоры, но и от вредителей возможных. Потому что если негде больше взять грунт, накопать негде, вы вынуждены пользоваться покупным, то уже даже рекомендуют и от вредителей обрабатывать, и от грибков. Так что покупной грунт это тоже еще кот в мешке, сюрпризик может быть. Вот пишет Ольга, может мой вопрос глупый, вы уж простите, меня первый раз в жизни буду выращивать овощи, ничего в этом не понимаю. Так, скажите пожалуйста, в покупную землю тоже надо перегной или первый год можно обойтись без этого? Не представляю, где взять перегной. Но я не поняла, что вы планируете поставить теплицы, и вы в теплицу будете землю покупать, или будете покупать землю для рассады, я не знаю. Я вот покупаю землю, например, в теплицу мы всегда насыпаем землю, потому что у нас свой очень бедный песчаный грунт. Я покупаю полевую землю и покупаю перегной. И я их перемешиваю, я в лунку добавляю и черной земли, и добавляю немного перегноя. Конечно, первый год вы можете обойтись без перегноя, но перегной придает почве такую рыхлость, это во-первых, почва более такая, делается пушистая, потому что некоторая земля такая плотная, особенно если, например, где суглинок или что-то. А во-вторых, это азот, ну как, вы можете заменить фабричные азотосодержащие удобрения вот этим перегноем. Но вполне возможно не добавлять перегной, а первый год подкормить вот какими-то азофосками или чем-то, если вам нужна будет подкормка. Но если плотный грунт, ну будете рыхлить. Можно обойтись без перегноя, но все-таки перегной желательно. И он, все, кто им пользуется, знают, что... Но опять же, если с томатами, то нужно уметь им пользоваться умеренно, потому что вот там под томаты, если земля нормальная, а не бедная и не такая пустая, то перегной даже можно не добавлять. Это тут много нюансов. Но обойтись без перегноя можно, конечно. Вот Максим Мазур пишет. Мне кажется, или ваш картофель шевелится в ведре? Это про картошку, про обработку весеннюю. Ну, Максим, наверное, вы утром что-то съели интересное. Никакие лекарственные средства не принимаете? А, еще есть грибы, галлициногены. Нет, картошка не шевелится. Ну как она может шевелиться? Ну о чем пишут люди? Я вообще не понимаю. Иногда я читаю комментарии и не понимаю вообще, о чем пишут люди. Шевелится картошка у нас теперь. Так, не поняла, Ксюша пишет. Вы потом вынимаете нетканку из ящика и прикапываете, что ли? Или вместе с ящиком прикапываете? Как делать-то, Ксюша? Конечно, вместе с ящиком. Я вот для этого и говорю, что берется пористая вот такая емкость с дырками, чтобы корни прошли туда и сквозь контейнер, и сквозь нетканку. Потому что если вы начнете вытаскивать из контейнера, скорее всего, вы повредите. Ну может быть, кто-то умудряется вытащить, но проще всего вкопать вместе с контейнером. Хотя я уверена, есть, наверное, люди, которые и так делают, и так делают. Нужно попробовать, но первый год прикопайте с контейнером. Просто я боюсь, что если вы начнете вытаскивать, вы все повредите. И стройность средов, и корни могут порваться, и вообще все развалится. Разочаруетесь, плюнете и не будете больше так выращивать. Так, вот Регина Кубарева пишет, не слушайте никого. Теоретики замучаются советами. Так. Ну это все протужен. Вот пишут, что... Валентина пишет, Валентиновна, пишет, что семена огурца, чем больше лежат, тем лучше в схожесть. По крайней мере у сортов, хотя и не только у сортов. Но это тоже до какого-то предела. 4, 5, 6, 7 лет, да. А если у них уже кончился магазинный срок реализации 2-3 года назад, то я вот, сколько раз у меня залеживались пачки. Домашние, да, всходят лучше. Но если магазинные возьмешь просроченные, с большим сроком просрочки, то они обычно не всходят. Ну хотя магазинные огурцы не всходят и без просрочки, с хорошим сроком реализации иногда. Вот пишет Ирина Лихачева, вот это самый трудный вопрос. Где ваша рассада томатов, которую вы посеяли 12 марта? Покажите. Я, вы знаете, я сегодня вытаскивала лотки, их уже около 40. Они вот сплошным таким полем стоят в теплице. Вы представьте, это какой адский труд где-то искать рассаду от 12 марта. Если мне попадется, я покажу. Но если не попадется, я сразу скажу, что я на это время тратить не буду. Я вот сегодня с утра встала, мне надо лотки все вытащить, надо их все полить, потом идти надо в теплицу землю копать. Еще сегодня же надо готовить землю для завтрашних посевов. Я же буду сейчас для выращивания рассады в теплице сеять. И для того, чтобы найти один лоток от 12 марта, мне потребуется очень много времени. Я за это время сделаю очень много полезного. Поэтому сразу говорю, что вот на такие просьбы пока не отзываюсь. Весенний день год кормит, мне нужно все посеять нормально. И мне лучше поухаживать за рассадой эти полчаса, чем это... Не знаю я от 12 марта, чем она примечательна. Я даже не могу посмотреть. Это мне надо смотреть по журналу. У меня уже полжурнала расписано о посевах. Искать не буду, сразу говорю, никогда. Вот, смотрите, Ренат пишет прошлогодний ролик еще раз о том, как получить ранний урожай огурцов, там где я уже рву огурцы. И он тут же спрашивает, а в каких числах какого месяца вы начинаете проращивать семена огурцов на рассаду? Так вот, вчера я замочила. Люди не хотят посмотреть. Вот один ролик выхватят, другие не хотят посмотреть, найти какую-то информацию. Легче, конечно, задать вопрос, чтобы автор все это ответил, нашел информацию. Вот на такие вопросы, если бы прошла неделя или две, я бы уже не ответила. Я не помню, вот эти именно огурцы, вот эти, которые в прошлом году я вырастила, когда я их выращивала. Но вот нынче, вчера замочила. Это было 20, 12 или 20 марта, не помню. Или вчера, или позавчера. Вот пишет, правда-правдована, первый раз в жизни вслед за вами распекировала перцы в фазе семидолей, и все растут. И также за вами планирую посадить два томата в одну лонку. Ну что сказать, поздравляю с первым успехом, потому что в фазе двух семидолей обычно боятся новички пикировать. Им кажется, что они не жизнеспособные, очень маленькие, но это не так. И человек, который впервые начинает это делать, обычно это получается. Вот пишет Надежда Дача, у меня уже есть травяной растонастой, когда им воспользоваться для огурчиков. Ну, вы знаете, у меня огурчиков-то еще и нет. Вот тут огурцы опять видеоролик за прошлый год. У меня семена только замочены. И я сразу говорю, что до высадки их на постоянное место никакими подкормками я не пользуюсь. Ни травяными, ни фабричными, никакими. Потому что я предпочитаю, чтобы рассада выросла в естественных условиях. Только потом, я когда высажу, они приживутся, и я увижу, если они, например, маловато, зелень, мало наращивается, тогда я буду пользоваться подкормками. Но в стаканчиках, они же совсем еще маленькие, я не думаю, что дома пока они живут, не знаю я. Ну, короче, я не знаю, когда травяной подкормкой можно будет воспользоваться. Я говорю про себя, что я после высадки в грунт, а рассаду исправляю только солнцем, выставляю на солнце или переваливаю в больший объем, с заглублением, подкучиваю, подокучиваю. Вот Ольга пишет к видеоролику про томат Ляна, что он может быть разным. Пишет, у нас на Кубани Ляна и Агата, палочка-выручалочка. Они здесь дают в любой год урожай. Они до того простые, неприхотливые, что может даже человек вообще не занимаясь ими посадить, и потом прийти собрать урожай. Пишет Надежда Тарча. Спасибо, я тоже замочила семена огурцов с учетом, что не пчелами опылялись. Хочу хоть немного на веранде прорастить. Но если вы только сейчас посадили на проращивание, а уже есть травяная подкормка, то она, наверное, не дождется ваших огурцов, потому что они же не скоро еще вырастут. В какую емкость посадить, чтобы получить огурцы? Можно сразу в 5-литровое ведерко или с перевалкой в стаканчики? Конечно, в стаканчики и только с перевалкой. В 5-литровое ведерко вообще не рекомендую огурец высаживать. Это вот я сегодня рассказывала, почему сначала нужен маленький стаканчик, а потом большой про томаты. Послушайте это видео. К огурцам это относится также на 100%. В позапрошлом году специальное видео снимала, почему нужен вот этот переходный период в маленьком стаканчике, что это вредно в большую тару, что уложить на дно ведра для роста плодоношения. Я ничего не укладываю, я просто перегноя побольше добавляю в это ведро, чтобы был рыхлый, продал плодородный грунт. Так посеяла, что получится. Это протомат монгольский карлик. Вот пишет Ольга Лейкина, кстати, я тоже хочу вот это применить. Я вот в сумке в этих, в грядках-переносках я вам показывала, что редис, укроп, там можно посеять лук. А она пишет, что в прошлом году пробовала редис садить, очень понравилось. У меня почему-то в теплице вытягивается редис, что переносные грядки это находка. Вот человек говорит, что и редис можно. Я про редис сомневалась, потому что у него уже такой длинный стержневой корень, он уходит глубоко вниз. И я сомневалась, можно ли в переноску. Но теперь вот, прочитав ее комментарии, я тоже хочу попробовать редиску посадить в сумку-переноску, в более глубокую. Потому что я вам говорила много раз, что посею в теплицу, она пока там заколосится, тут уже надо помидоры высаживать, по целой грядке выдирала, очень жалко было. А теперь я в переноску, если посею для внука, я просто унесу в другое место ее, и все. А вот Егор Иванюк пишет, про монофосфат калия тут в видео пишет, а можно залить орд фосфорной кислотой тетя. Товарищи, мои зрители, у меня радостное событие, у меня нашелся племянник, который потерялся, вероятно, в послевоенные годы. Вот Егор Иванюк. Оказывается, я ему тетя. Тут найдешь и тетю, и дядю, и всех. Вот племянничек пишет. Почему я ему тетя, я не знаю. Все, и на этой веселой ноте мы, наверное, закончим. Тут пишут, что сердцевидные помидоры вкусные. Я начала сегодняшний видеообзор, ответы на вопросы не хотела растягивать. Хотела, главное, сказать про эти дырки, про дренажные, потом про огурцы, надо ли сразу в пятилитровый или в стаканчик. Это тоже важно, чтобы люди высаживали именно сначала в стаканчик, не надо сразу в огромную тару. Все, на этом сегодня закончим. Побежала я копать землю в теплице. Желаю всем весеннего настроения. Как я уже много раз повторяла, что принимайтесь работать с растениями, только с хорошим настроением. Они все это чувствуют, им все это передается, они это любят, они отзывчивые, они улыбаются вам в ответ и могут, скорее всего, если будете с ними всегда такими добрыми, веселыми, они раньше покажут вам красную помидорку, например. Все, до свидания.